МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дороже на 30%. Через несколько часов ценники начали менять и в других магазинах. В магазинах электроники резкое повышение цен. В плену у тети. Хозяйка квартиры вела себя очень неадекватно. Участковый спас мальчика, поднявшись по пожарной лестнице. Метровые сосульки. Извивать надо, пока никто не погиб. Сотрудники общества слепых боятся ходить на работу. Оставили без пенсии. Остался без работы и всё. На пенсию вышел, я забыл о них. У нижнекамца списывают все деньги в счёт погашения долгов. Секрет их долголетия – спорт. После занятий я чувствую себя прекрасно. И что я хочу сказать? Я молодею. Университету третьего возраста исполнилось 10 лет. Пятничный вечер продолжит выпуск нижнекамских новостей. Судья Алмас Кашеев. Здравствуйте. Сегодня крупные торговые сети начали менять ценники в магазинах. Стоимость бытовой электроники выросла практически в треть. Объясняют это разными факторами. Вера Муратова выясняла, чего ждать дальше. Вчера зашли, просто посмотреть, а тут как раз уже готовится, новые раценки ставить. Готовились. Потому что купить всё эти пока не поздно. Назифа Газиева можно назвать счастливчиком. Накануне он успел купить холодильник по старой цене. Мужчина говорит, что зашёл в магазин случайно, чтобы прицениться. Выбор пал на эту модель. Взял ни глядя, ни прогадал. Сегодня цена выросла на несколько тысяч. Вся раз стоила 35,990. А вот сегодня цена уже 41,345. Вот насколько подорожала. И это касается абсолютно всей бытовой техники. В некоторых магазинах отменили имеющиеся скидки. А можно узнать, насколько примерно цены выросли? Где-то от 15 и больше процентов. А больше это какие товары? В основном дорогие телевизоры. А лима сколько выросли? Некоторые на 20-30 тысяч. Работа по замене ценников в нижнекамских магазинах, которые торгуют техникой, началась ещё вчера. Первыми к ней подключились сети ДНС. А уже после, через несколько часов, ценники начали менять и в других магазинах. Покупатели в лёгком шоке. Покупать товары за такие деньги они не готовы. Ну и что дальше будет? Не знаю. А вы сами как оцениваете ситуацию? Сами что думаете? Так вот я и удивляюсь. Эти маленькие телевизоры стоили 7. Тут 6-7, час по 12. Я вообще в шоке. Думаю, всегда что ли так будет или ещё вырастут. В магазинах немноголюдно. Тем временем консультанты продолжают в ускоренном режиме менять ценники. По их наблюдениям, больше всего подорожали сотовые телефоны. А самое большее на что повысилось? На какую технику? На телефон. Там прям есть 7 тысяч. Я понял, что... В ДНС объяснили рост цен большим спросом. Кроме того, экономические аналитики считают, это ещё и результат санкций на технологические поставки в Россию и рост курса доллара. Но по прогнозам не всё так печально. Здесь что может быть? Вот несколько скачок будет доллар к рублю. Допустим, в основном они у нас поступают из-за границы, оргтехника там. Допустим, компьютеры, смартфоны, ещё другие. Временный какой-то скачок будет. Такой скачок был у нас не связан с политикой, а просто экономическим состоянием. Это 98-й год, конец прошлого века. И 8-й год в этом виде. Выровняется, потихоньку выровняется. Пусть даже рубль падает под накидом, допустим. Выровняю рублю. Но со временем, это как мы адаптируемся к этим условиям, у нас постепенно, мы вынуждены поднимать зарплату, то есть поднять работу с платежеспособных населения. Сейчас поставщики ожидают рост цен на автомобили и запчасти, а потом и на продукты. Но это пока только прогнозы. Вера Муратова, Максим Липин, Новости НТР. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения ритейлером цен. Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос. При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ФАС будет принимать меры регулирования и пресекать недобросовестные практики, сообщается на сайте ведомства. Список российских банков, попавших под санкции, вырос. Теперь это ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и Банк Открытия. На территории России и Нижнекамск отделения работают в прежнем режиме. Правда, клиенты не смогут производить оплату через Google и Apple Pay. Санкции означают блокировку активов финансовых учреждений в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и на проведение любых операций с американскими контрагентами. Карты не будут работать за рубежом, частично меры коснулись и Сбера, но валютные операции в нем по-прежнему доступны. Все это реакция на военную операцию России на Украине. Ситуации на Донбассе по-прежнему напряженные. Сегодня снаряд попал в школу, погибли две учительницы. Что там происходит для нашего канала, снял коллега-оператор, который сейчас там находится. Вот та самая школа. Две женщины погибли. Учителя. Зам. директора и учитель географии. Также идут обстрелы по окраинам. Это в районе Зайцево и Гольмы. В этот нелегкий для страны момент мы должны проявить единство. Об этом попросил во время обращения к жителям республики президент Татарстана Рустам Миниханов. Ситуация сейчас непростая. Боевые действия, поток беженцев, санкции, скачки в экономике. Разобраться во всем происходящем попытались журналисты газеты «Нижнекамская правда». Мнение политологов, военных, эксклюзивные комментарии жителей Донбасса. Все это вы найдете на страницах нового номера еженедельника. Купить его можно в редакции. Кроме того, все материалы есть на нашем сайте. К другим темам. Восьмилетний мальчик оказался в плену у тети. Женщина не выпускала его из квартиры и не давала зайти матери. Малыш кричал, пытаясь привлечь внимание соседей. Открывать дверь полицейским женщина отказалась. Ребенка спас участковый, который поднялся на пятый этаж по пожарной лестнице. Подробности истории у Анжелики Степановой. Последнее суточное дежурство для Евгения Волкова вышло непростым. Ему пришлось лезть по спасательной лестнице на пятый этаж дома Менделеева-1. В этот момент там находился восьмилетний мальчик и его тетя. Женщина не выпускала ребенка из квартиры. Пройдя в данную квартиру, где находился восьмилетний ребенок, в квартире был сильный беспорядок. Хозяйка квартиры вела себя очень неадекватно. Скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые источники утверждают, что ребенок и вовсе был заперт на балконе. Однако его мама эту информацию опровергла. Сотрудников полиции она вызвала лишь потому, что испугалась за жизнь своего ребенка. Нет, нет, он зал на балконе, за балконом зал. А, то есть он не был там закрыт? Закрыт не был. Ну, я сделала все для того, чтобы ребенка забрать с собой. Ранее сотрудники полиции уже приезжали по этому адресу. И, судя по всему, непутевая родственница просто не хотела сталкиваться с ними вновь. Соседи говорят, обычно жильцы ведут себя вежливо. Однако порой их разборки слышит весь дом. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего полицейские доставили родственницу в отделение. Сам же ребенок, по словам матери, отделался только испугом. Анжелика Степанова, Булат Атбульманов, Новости НТР. Следов каучука нет. Экологи озвучили результаты проверки в реке Кама, вблизи деревни Березовая Грива. Забор воды для анализа там произвели сразу после того, как рыбаки обнаружили в лунках полимерную крошку. Исследование провел Центр лабораторного анализа и технических измерений по Татарстану и позже сообщил, что продуктов производства и переработки каучука на месте не обнаружено. Вероятнее всего, это был обычный мусор. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdfiz24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Нижнекамские сегодня простылись с первостроителем города Клавдией Гончаренко. Проводить в последний путь почетную жительницу Нижнекамска пришли близкие друзья и бывшие коллеги. Поддержать родных в трудную минуту приехал и руководитель исполнительного комитета Рамиль Мулин. Клавдия Гончаренко была легендарной личностью для нашего города. В 1961 году она приехала на комсомольскую стройку, была первым секретарем комитета комсомола, депутатом поселкового совета. В 1961 году стала председателем исполкома. Клавдии Гончаренко было 85 лет. Вежливой, тактичной, просто для нас это невосполнимый трат. Соболезнование, конечно, родным. Будем помнить, она заслужила того. И не за красивые глаза ей присвоили еще в 1981 году почетного гражданина города. Она это заслужила. Будем помнить всегда. От себя лично, от спортсменов, от детей, которые у нас занимаются, от имени горожан, приношу глубокое соболезнение родным, близким, что действительно почетные, достойные граждане нашего города уходят из жизни. Пусть земля будет пухом. Угроза сверху. На Тукая-20А, где располагается общество слепых, две недели не сбивали сосульки. Ледяные глыбы выросли до огромных размеров. Падение одной такой на человека может стоить ему жизни. Не зря, чем предугадать момент обрушения сложнее. Кто несет ответственность за данный участок, узнавал Денис Макаров. Эльвира Гайнудинова трудится в обществе слепых. Она сама инвалид по зрению. Каждый день ей приходится ходить на работу с риском для жизни. На крыше висят большие ледяные глыбы, которые в любой момент могут обрушиться на голову. И надо именно писать, именно просить. Не то, чтобы поставили на учет, во внимание, и как бы каждую неделю присылали людей и сбивали сосульки. Ну, как бы следили за состоянием. Нет, именно надо писать и обращаться. Сосульки не сбивали уже две недели, говорит девушка. Сотрудникам общества с каждым днем становится все страшнее. Ведь заметить опасность вовремя они не смогут. Сбивать надо, пока никто не погиб, не успел. Как нам удалось узнать, в доме, где располагается общество слепых, есть дворник. Почему он не сбивает сосульки, непонятно. Но в беде организацию не оставят. Помогут им тепловые сети. Сделают это они уже в понедельник. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Свисающие сосульки могут представлять угрозу. Об этом предупреждает и управление МЧС по республике Татарстан. Ведомство рекомендовало жителям быть бдительными при проходе под балконами и не парковать автомобили вплотную к домам. Услышав подозрительный шум, нельзя останавливаться и поднимать голову. Нужно быстрее прижаться к стене. Это может быть обрушение снежной шапки. Кроме того, есть опасность хода снежных лавин во врагах и на холмах. Поэтому не оставляйте детей без присмотра. Меры предосторожности при угрозе схода снега с крыши зданий. Не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега. Не позволяйте находиться в таких местах детям. Не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовали сосульки и нависание снега. При наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждением. Не ходить по улице в наушниках, иначе вы не услышите шума падающего снега с крыши. Решил не уходить с пустыми руками. Мужчина при увольнении прихватил с собой имущество работодателя. Десятки метров кабеля. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Об этом сообщает Пресс-служба управления МВД по Нижнекамскому району. 58-летний мужчина работал охранником в торговом центре «Рамус-Мол». Пропажу заметили на следующий день. В скором времени вор был задержан и дал показания. Нижнекамец остался без пенсии. Ее полностью списывают в счет погашения долга. Ранее мужчина брал микрозайм и перестал платить. Однако по новому закону доходы в размере прожиточного минимума нельзя взыскивать. Почему мужчине не оставляют ни копейки, выясняла Светлана Шумкова. Три года назад Азад Генея Тулли набрал различных микрозаймов. А в ноябре прошлого года вышел на пенсию. Проблемы начались, когда с карты мужчины начали списывать пенсионные отчисления. Я там по 5 тысяч брал, возвращал, потом остался без работы и все. На пенсию вышел, я забыл о них, а они мне напомнили. А большой долг, если не секрет? Один, 120 тысяч. Сначала мужчины забирали все. После того, как Азад поговорил с управляющим банка, стали оставлять 50%. А недавно финансовое учреждение списало долг сразу за три месяца. Он у меня на три месяца вперед забрал. То есть 34 тысячи у меня уже в минусе идет. Другими словами, они нарушают федеральный закон. Вот и все. С 1 февраля вступил в силу закон о защите минимального дохода должников. То есть средства в размере прожиточного минимума взыскать нельзя. Но нужно обратиться в местное отделение службы судебных приставов. Для этого должнику необходимо обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения. В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять заработную плату и иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума. Нововведения не касаются алиментов. Закон не распространяется на случай возмещения причиненного преступлением ущерба, уплаты административных и судебных штрафов. Светлана Шумкова, Максим Липин. Новости НТР. Полторы тысячи абортов, именно столько сделали Нижнекамки за последний год. То есть прерывается каждая третья беременность. Цифры огромные, считают врачи. Тем более избежать опасной для здоровья манипуляции в современном мире просто. Сегодня в Политехническом колледже провели занятия на тему репродуктивного здоровья молодежи. Студентам рассказали о вреде абортов. Ведь они наносят серьезный удар практически по всем системам организма. Могут появиться эндокринные, сердечно-сосудистые заболевания и даже ожирение. Это не говоря о психологической составляющей. Между тем, средств контрацепции существует много и все они доступны. Данная лекция направлена на то, чтобы сократить количество абортов, чтобы предотвратить нежелательные беременности, чтобы защитить себя от бесплодия. Молодым людям стоит помнить о том, что они сами несут ответственность за свое здоровье. И его беречь нужно уже начинать прямо сейчас. Смотреть наши новости можно не только по телевизору. Круглосуточная трансляция канала идет на сайте ntrdefis24.ru. Там же максимально оперативно обновляется новостная лента. Прямой эфир можно смотреть и в нашей группе ВКонтакте. Теперь инвалидную коляску можно взять на прокат или отремонтировать. В городе открылся специальный центр по обслуживанию технических средств реабилитации. Это коляски, специальные кровати, костыли и трости. Для людей с ограниченными возможностями здоровья это знаковое событие. Ранее таких услов в городе не оказывали. При этом спрос на них высокий, говорят специалисты. В Нижнекамске 16 тысяч людей с инвалидностью. Наша цель, то есть в тот момент, когда люди либо не получили по каким-то причинам, либо нет необходимости, ну условно говоря, там сломал ногу, нужна коляска, да, то есть она ему не нужна, она постоянно, она ему нужна там на два месяца, на месяц, да, пока у него там нога или костыли те же самые. То есть он может воспользоваться нашими услугами. Я, наверное, думаю, что тут желающих будет очень много, потому что у нас нет такого центра, чтобы прокат был. И коляски, и трости. У нас есть в центре милосердия, но там очень мало товара, чтобы можно было взять, попросить. А люди, много людей нуждается вот именно в таких вот колясках, тростях. Ну, я думаю, что это будет очень даже работоспособный центр. Продолжается 10-й сезон проекта «Университет третьего возраста». На протяжении этого времени активные пенсионеры проводят вместе будни, занимаются спортом, познают современные технологии. И все это абсолютно бесплатно. Денис Макаров побывал на очередном занятии клуба. Расслабили одну ножку, расслабили другую ножку, а теперь у нас работают коленные суставчики. Вместе с прекрасными дамами над коленными суставами работает Виктор Суслов. Он единственный мужчина в группе, остальные женщины в университете среднего возраста занимаются уже 8 лет. Мы все равны, я так считаю. Здесь гендерный подход неуместен. Все мы равны, занимаемся одинаково, с нагрузкой, с серьезной нагрузкой. Прихожу домой отсюда и спать ложусь иногда, усталый. На старт, внимание, марш! Скандинавская ходьба среди современных пенсионеров очень популярна, что вполне объяснимо. Она благоприятно сказывается на состоянии здоровья и поднимает настроение. Потому студенты университета третьего возраста занимаются ею регулярно. Сегодня с легкостью преодолели дистанцию в 3 километра. У меня проблемы есть, конечно, с рукой, но после занятий я чувствую себя прекрасно. И что я хочу сказать? Я молодею, приходя на занятия. Мне так это, ну, я даже не привилечусь, скажу, с десяток лет я сбрасываю. Занимаются студенты и в спортзале для здоровья и в удовольствии. Мечи всевозможные, теннисные мечи, коврики. И мы там занимаемся. Я провожу очень много методик. Вот буквально недавно на той неделе гимнастикой Стрельниковой занимались мы. Занимаемся всевозможными упражнениями по методике Бубновского растягивания. Вообще, конечно, внимание большое уделяю. Я именно суставам. Университет третьего возраста – это не только спортивные занятия. Есть факультеты правовых знаний и ландшафтного дизайна. К проекту могут присоединиться все желающие. Заявления на новый учебный год будут принимать в Доме дружбы народов. Студенты университета – люди, для которых возраст точно не помеха. Свои 70 лет с хвостиком они занимаются спортом и не боятся пробовать новое. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. В Нижнеканске открыли год культурного наследия народов России. Торжественное мероприятие прошло в Доме народного творчества. С приветственной речью там выступил руководитель исполнительного комитета НМР Рамиль Мулин. Сегодня в Нижнеканском муниципальном районе проживают представители более 50 национальностей. На вечере гости могли посетить выставку народного искусства или угоститься традиционной кухней. Был и праздничный концерт. Мы с трепетом относимся к любой культуре. Малочисленная ли она, многочисленная ли она. И вот это трепетное отношение особенно сегодня мы прочувствовали, когда выходили уже преклонного возраста люди и на своем родном языке исполняли свои песни, обряды показывали, разговаривали со зрителем, показывали какие-то сценки из жизни. И, знаете, это дорогого стоит. Профессия пилота – это в первую очередь ответственность за жизни людей, выдержка и умение ориентироваться в чрезвычайных ситуациях. Что такое турбулентность? Что едят пилоты? И правда ли, что у летчиков тоже бывает аэрофобия? Об этом и многом другом в программе «Тема дня» рассказал Владимир Рыжиков, командир 2-го летного отряда авиакомпании «Татарстан». Новый выпуск смотрите в воскресенье в 19.00. А вот итоги спортивной недели, как всегда, подведет Александр Халин. Уже завтра в 19.00 новый выпуск программы «Проспорт». Как выступили нижнекамцы на первенстве России по многоборью? Почему сорвался трансфер в Оренбург лучшего нападающего футбольного нефтехимика Мираби Уриди? И, конечно, расскажем об итогах зимней Олимпиады для татарстанских спортсменов. Об этом и не только максимально интересно, и с юмором завтра в 19.00 не пропустите. Российские спортсмены в Пекине установили рекорд по количеству наград. Наши атлеты привезли домой 32 медали. Четыре из них внесли в копилку сборные олимпийцы из Татарстана. Нижнекамск, в свою очередь, получил двух серебряных призеров. Тимур Белялов и Дамир Шеребзянов в составе сборной России по хоккею заняли второе место. В финале наша команда уступила сборной Финляндии. Уверен, будет интересно. Ну, это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Хороших вам выходных. До свидания. В субботу 26 февраля в Нижнекамске и Синопске обещают пасмурную погоду. Температура воздуха днем составит минус 2 градуса. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В воскресенье погода останется без существенных изменений. Синопске обещают пасмурную погоду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...